Можете рассказать про все территории, которые выстроены? это так называемые сейды, когда считают, что в определенных местах, при каких-то определенных обстоятельствах камни выстраивают или природа, или какая-то сила вот в Индии очень много, есть Хэмпи такой город, там очень много страна таких причудливых камней там бывает огромный баллон, наш Буддахол стоит на трех маленьких таких камешках и много таких бывает, это тоже как в Тибете ступы вот эти собирают, из камней набирают и тут что получается? тут и баланс, и гармония, такое проявление и считается, что такие камешки создают как силовое поле что ли человек ведь что он делает, когда он эти камешки ставит, не природа же так поставила чтобы его поставить, ты должен попасть в состояние гармонии, баланса и такой по сути медитации потому что просто так на цементный раствор легко поставить а чтобы вот так поставить, чтобы он не падал, долго стоял, ты должен сам быть в этом состоянии и ты это состояние передаешь кристаллам этого камня, поскольку любой камень – это кристаллическая структура и она как в себя немножко впитывает и потом может немножко резонировать вот этим состоянием это как картины художников, вот почему много в старых музеях бывают привидения, причем их там на камере снимают потому что по сути когда художник рисует картину, он себя в нее как бы вкладывает, часть своей, условно говоря, души, своей энергетики, вот так вот наверное будет правильно и запечатывает вот этими красками и потом при определенных обстоятельствах или световых каких-то или энергетических вот эта его часть вибрационной души может выходить и как-то засвечиваться вот так же и с камнями, но это по сути не только камней касается это вот даже в быту, то есть чем больше вы к вещам будете относиться с таким состоянием гармонии, с состоянием такой как-то благости, тем эти вещи будут таким же освещенными вот наше озеро например взять, вот это для меня самое такое наверное священное место потому что ты все время с ним и здороваешься, и там целуешься с ним, то есть ты чувствуешь его действительно как… вот кстати по поводу женщин, для меня лучшая женщина – это озеро, когда с ним соединяешься, это экстаз полнейший вообще, никакая женщина, извиняюсь, девчонки не сравнится с этим озером что ещё говоришь? я говорю, когда слушаешь его под водой, там такие вибрации интересные вот в воде, сейчас послушаю, интересно, а вот получается эти камни высадали? ну да все, какие-то прочно стоят, какие-то там иногда, ну здесь ветра очень сильные бывают, сдувает, в озере тоже частенько так купаешься, там выплыл на берег, камешек понравился, и вот начинаешь